друзья сегодня опять проснулся немножко проспал опять мне готовит вкусный завтрак и ребят сегодня еду дальше в сторону хостинске в сторону адлера одним словом ближе уже к сочи другой страны сегодня опять и до солнца погода замечательная сейчас пойду купаться на дроне полетать и будут трогать все в путь и сегодня друзья завтракаем таким вкусным салатом как я понимаю этот салат цезарь итак друзья мы едем сегодня на праздник есть чебуреки открытие чебуречное сегодня едем на альфарде ребят такая классная машина в которых тоже хотел взять но только на других номерах поэтому не получилось и так ребята я сегодня попал на открытие чебуречный виде вот так вот эти были ки делают открытие такая здесь вкуснятина вот они уже готовы такие и сегодня праздник ребята такой вкусный чебурек с мясом так что открытие чебуречный да 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 обязательно ребята заезжайте местечко я укажу все друзья я выезжаю у меня вот видите тут такой съезд прям в море буквально друзья погостил пару дней из-за как они здесь ездят когда там не за минус пять бывает или холодно такой съезд прям резкий мощный хорошо конечно не на автодоме на автодоме не заедешь вот для себя такая классная лавочка посидеть ребята это место называется эйлинги их хотят сносить уже 30 лет но пока не сносит витились на машинах встает рыбу ловит купаются здесь достаточно комфортно сейчас увидите от места с дрона немножко поснимал молодежь гуляет все здесь так очень комфортно вот ребят машина стоит nissan leaf электрическая здравствуйте много для себя тоже снимают вот здесь у виктория кого интервью брал тоже она здесь живет с виду на мой крыши у тебя не заметил пипец господи блин какой-то 2 гор мощный пипец епарасы треблях вроде медленно еду все равно блин прям буквально очень-очень медленно ребята чтобы тут не гоняли сделали здесь с машины ничего не случилось пипец полицейского сделал ребят очень высокого просто пипец вообще сюда ехал тоже на нем же долбанулся блин и сейчас забыл про него вроде медленно еду такие вот тут нюансы есть так выезжаем машина конечно низкая свои плюсы свои минусы друзья какие тут местечки дороге конечно ребят таких местах они просто здесь видите какие просто и здесь почти нет может что они просто здесь убитые на все 100 просто непонятно видишь пипец просто бля все выезжаю сейчас еду живут в адрес нашел апартаменты приятель не помог там по 500 рублей правда сразу надо за полторы тысячи брать за три дня вот так вот поэтому я сейчас на три дня прям остановлюсь а потом уже поеду же в адлер то есть в адлер а принесу адлер тоже конечно только вот а потом уже поеду быстрее все обратно вот это как раз перед адлером они находятся эти поселок мирный это олимпийский там оставлюсь немножко познакомлюсь с сириусом со всей обстановкой что здесь происходят в сочи в окрестностях еще катаюсь эта погода крепят часа 18 градусов прям вообще видите показываю час мы сейчас были вот на открытии чебуречный интересны каждые мероприятия и праздники все очень дружат друзья сейчас вам покажу какие тут дороги видите все пробочка стоит сейчас мне показывают что туда до адлера ехать ребят час сорок шесть хотя ехать всего лишь шестьдесят километров в общем-то недолго мы едем по какой-то объездной посмотрим дороги в сочи вот ребята смотрите что здесь творится ребята вообще пробишься здоровые просто пипец в общем-то в общем здесь в сочи все стоит одни светофоры ребята проезд в одну полосу не знаю когда тут дороги сделают как вы сегодня сказали друзья с 22 года здесь проект вроде бы даже бы здесь будет какой-то туннель и прямая драсса будет вообще где-то там повыше сочи немного вот видите пока ребят здесь все стоит альфард вот я езжу три года говорит уже вот сейчас будет вообще проблем нет на армянских номерах говорит ездить там взял там прописку делаешь очень все легко говорит и ездить там проблем нет вообще он ездит доволен на армянских номерах взял самый дорогой альфард в самом хорошем состоянии с левым рулем даже у него нормальный вот поэтому вот кто-то переделывает их в Саузовской Аравии или еще где-то даже в общем так или в Арабских Эмиратах поэтому такие вот нюансы интересные машины попадаются вообще не посмотрел говорит можно ехать в Армению говорит машину брать спокойно не знаю конечно как вообще все это будет выглядеть там они быстро прописку делают и ты оформляешь типа на себя это я просто для информации говорю об этом вот потому что у меня уже машины есть на русских эмиратах на армянских потому что это совсем другой вопрос и вот ребят я здесь дорогу свернула видна в Адлер такие крутые здесь развязки ведуки пошли вот меня сейчас вводят в горы видно тут такую обездную сделали из Сочи наконец пробочка закончилась доехала до Сочи видно уже проехала вот здесь Учдере вот Дагомыс вот видите какой-то туннель начинает с тобой придется видеонаблюдение вот так бы вот здесь где полосы хоть видно сейчас поедем в туннеле круто вот ребят такие туннели тут надо было еще построить наверное не знаю 20-30 лет назад потому что здесь уже давно уже можно было проехать спокойно это крутя конечно наверное бесплатные думаю потому что в Европе туннели там в Швейцарии еще помню там все очень платные вот ребят выехали из туннеля стоят красивые такие дома вообще ребят конечно даже туда ничем не хуже Испании такие есть здесь прям комплексы очень крутые друзья уже темнеет хоть вот Адлер 23 километра конечно здесь крутые очень виадуки сделали видно все в Олимпиаде я первый раз здесь еду мне уже говорили что здесь офигенные дороги и правда ребята конечно проходит все это вокруг вот на Адлер просто бомбически тут супер вид четыре полосы а нет только вверх две полосы не со дна но все равно все свободно отлично объезжаем вокруг Сочи и сегодня друзья я нашел от предприятия приготовил телефончик около Олимпа значит там сразу на три дня оплачивать вот и получается по 500 рублей единственное правда там туалет душ в коридоре зато у тебя есть свой номер в принципе это тоже круто достаточно для меня поэтому я сегодня нарекает заселюсь на три дня сразу же и вот друзья я по ходу дела въехал в город запутался там столько разворотов всяких поворотов виадуков блин пролетел в общем на заезд в городе оказывается средним я был а я правый взял вот и меня вывел в город вот сейчас я походу потеряющий на минут 15 чтобы здесь из города выехать и развернуться видите сразу попал в пробку пипец конечно ребят здесь такие виадуки я вообще конечно не ожидал в общем как попал в какую-то там не знаю в Вену Гамбург вот Мюнхен вот такие вот города где там гадуков куча и ты там проезжаешь и там буквально того глядя надо еще успеть туда заехать ну хорошо здесь хотя бы быстро навигатор разворачивает вот но снова не потеряешь вот я получается уже уехал в Адлер а я тут заехал в Сочи здесь хрен развернешься нормально ну ребят тут запутаться можно прям пипец такая межуха идет тут сейчас так кажется есть полосы где только автобус такси ездит не пойму даже поэтому вот еду по навигатору строго ну вот здесь я вчера гулял куча машин друзья односторонние движения сейчас надеюсь тут меня пустят угу вроде пускают все культурно как машину поставил на пол жопы вырез бля пипец вообще конечно ребята с Сочи конечно лучше туда не заезжайте ошибся немножко пипец и друзья вам доброе утро из Сиуса ребята я здесь поселился мой маленький номер вот ребята такой номерок скромный сегодня вот спал под кондиционером вот видите я кроватки одна для вещей как раз удобно все сложить и другая вот для себя такой телевизор из прошлого века ну нормально вот ребят кондиционер сегодня грелся сейчас греюсь так что такой хороший номерочек вот ребят выходим здесь такой гостевой дом видите тут второй этаж в общем там вот душ туалет кресло стоит вот тут кроме меня еще пайни с девушкой живут потолочки такие вот поэтому вот кухня видите здесь посидеть можно неплохой домик такой ребят сейчас уже вот погодка хорошая тепло здесь вот вай фай более менее берет холодильник кухонка в общем вот так вот видите ребята вот эти растут как они называются забыл уже я даже первый раз вижу как они растут эти растения вот так ребята здесь видите как все по-нормальному по-простому кухонка такая ребята здесь выход на улицу лавочки шашлык мангал в общем такая территория гостевой дом называется это друзья вот так наверное вот так наверное вот так вот вот так вот все оформлено здесь рядом прям сразу же и магазин и пиво там в общем все что можно здесь есть вот так вот здесь ты бы такая красивая пальма здесь растет лев красавчик здесь кто-то живет пока не пойму кто все ребят здесь вот пруд все эти ребят рыбки плавают прям офигенно конечно такой прудик сделан так себе такой элитный гостевой домик с хорошими ценами и вот и тебя здесь все как в испании ребят тоже цветочки разные все растет отлично так мы выходим а вот они здесь продаются получается продаются даже о мягенькие вот так вот купить такие я даже не знал прям в моем доме оказывается продаются ребята вот друзья здесь у меня машина стоит прямо здесь сказали что здесь ставить можно без проблем это не вопрос так что я вот здесь вот мотоцикл еще вчерашний меня стоит вот здесь видите рядышком шаурмичные разный салон красоты в общем тут вся инфраструктура у меня под богом прям кажется голодной не останешься нужно пешком ходить я вот иду сейчас в магазин за водичкой тут есть столовая вчера меня не пустили только с собой потому что кувар-код нужно вот видите здесь тоже сдаются номера эконом он даже как я даже чуть не заметил надо было здесь спросить ладно я уже там оплатил на три дня ладно только три дня по-любому осталось здесь еще раз здесь получается у меня по 500 рублей день три дня вот меньше не берет потому что берешь стирать минимально три дня полторы тысячи три дня хочешь два дня живи хочешь но плати полторы тысячи поэтому я вот буду здесь жить три ночи друзья и поеду дальше в общем здесь все под боком друзья такое местечко хорошее как я понимаю сейчас вот у меня два километра до моря сейчас поеду в сириус ух какой классный стоит транзит форд транзит друзья новенький видны такой минивенчик семь черт регион какой-то уже многие завтракают вот это ребята автодом да такой классный вот она ребята столовая называется она друзья сейчас скажу как сели поели а сели поели время легкого обеда столовая ну видите в нее не пускают видите девочка сидит без куар-кода не пускает нифига так что здесь все так серьезно достаточно и мы в магазин за водичкой идем и вот друзья я здесь на парковке уже вот гуляю на самокате по сириусу мой друг меня выручает видите ребята прям приехал на парковку на платный понял Кнаус автодом один стоит Кнаус две капли стоят прицеп интересных вот еще автодом стоит в общем здесь много всего интересного и вот ребята стоит для каравайна как вас зовут? Сергей на ты можно да Сергей? да конечно Сергей скажите вообще как вы путешествовали на автодоме на вашем как вообще ощущение сейчас карантин? мы вот как раз очень классно пережили все эти и 2020 год и 2021 год когда были ограничения по России путешествовать милое дело правда не всегда у нас дороги хорошего качества не так как в Европе вот но в принципе по России тоже можно появляется и сервис появляется инфраструктура появляется на многих заправках даже вот здесь вот мы сейчас в Сочи находимся на многих заправках если обратим внимание можно теперь заправиться водой есть возможность слить туалет то есть в принципе складно да все? да проблем теперь путешествовать вообще нет угу а стоить только на платной парковке да? не всегда то есть нам здесь удобно потому что мы здесь в принципе в Сочи парку искать можно было бы чуть подальше недалеко от моря и в принципе да цена и спокойное место и переначивать нормально за ночь то есть день сутки 500 рублей а сутки 500 рублей ну в принципе это такие небольшие деньги такие то есть не надо искать не учиться и места много свободного а здесь ну да здесь это для по моему автодомов прям? не 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 просто так для инвалидов парковка а для инвалидов потом что дорисованы ну вот так ребят смотрю тоже да кто-то из я так понимаю сколько 93-й тоже с Краснодарского края пару москвичей ребят приезжало ну и так пару дней тоже да? понял понял а где в Европе вообще были? ой в Европе мы несколько раз большой трип через Питер заезжали через Финляндию и так всю Европу на автодоме прям да? да 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 во Франции ну то есть все с детьми показать у нас такой трипбл и совместить парки отдыха там детские и посмотреть много стран то есть да и до Италии вниз спускались так же там два-два с половиной месяца два с половиной месяца да? два с половиной месяца да? с семьей с детьми отлично вы получаете с Астрахань да? а у Астрахани еще караванеры есть? к сожалению только только начинается есть несколько прицепов но вот так чтобы прям вот именно автодомом к сожалению нет нету да? круто конечно ну чё ж потихонечку развиваешься как вы думаете вообще будет развитие вот караване гороссии? ну вот последние два года я контактирую с ребятами у нас вот сейчас в России очень популярная тема строительство внедорожных автодомов внедорожных дорог да и начали строить именно модули для пикапов то есть тоже такая популярная тема набирает обороты модули для пикапов очень много дорог в России куда мы не можем доехать на обычном автомобиле нужны именно внедорожные и вот сейчас тема тема идёт капли очень популярные да? да да ну а капли очень хорошо цена цена да у неё относительно то есть можно ты входной билет там от 300 до 400 тысяч рублей и ты получаешь хоть какой-то сервис ты можешь уже в принципе не сильно завязан ни к гостинице ни к чему да тебе нужно будет найти где-то туалет тебе нужно будет найти душ иногда в капле есть свой мобильный душ да не в такой только она вообще такая маленькая прямо это просто ну бывает делают и всё то есть ты в принципе можешь уже нормально путешествовать угу ну есть свои плюсы и минусы значит всё-таки в развитии какое-то будет у нас да? по телефону идёт я думаю что всё-таки сейчас эти всякие пройдут там QR-коды дадут всем и можно будет опять наезжать ждём надеемся ну опять вот мне кажется всё равно это отчасти это такая игра финансов да? прививки это же всё равно с деньгами связано да? конечно конечно те не хотят признавать наши мы не хотим признавать их я думаю какое-то время пройдёт всё будет да и всё это устаканится и тогда опять границы откроют можно будет путешествовать посмотреть да? да да всё-всё-всё спасибо и вот друзья обычное утро люди купаются кто-то просто сидит на море в телефонах отдыхает здесь конечно заход на море не очень хороший как я понимаю пляж такой тоже так себе ведь людей ещё много гуляют все приехали на выходные на эти кого только нет вот такие ребят домики стоят не знаю они в арену сдаются или на продажу конечно очень комфортные крутые апартаменты но думаю в этих местах они очень дорогие здесь пять километров до Абхазии вот он дворец здоровый в общем такой красивый здесь Олимпийский парк экскурсии на этих вот электрических машинках как они называются типа электрокарах интересно конечно здесь везде на самокате можно велосипедные дорожки конечно очень круто ребят вообще тут кайфанул может быть это место такое сделано но здесь уровень очень высокий в принципе по-английски по-английски на самом деле по-английски не знаю и вот здесь такие виллы крутые с большим балконом прям конечно не хуже чем испанские огороженная территория чем так все конечно супер друзья я даже пока сейчас не могу понять что я вообще в россии нахожусь прям похоже как будто какой там европейской развитой стране стоят очень дорогие машины таких русских номерах классно в общем-то вот друзья местечко называется эмеретинский здесь кафе на кафе классно очень такая вывеска эмеретинский как конечно не очень интересно яхты стоят of the redison прям даже не скажешь в россии ребята речь в шоке вообще в таком от этого мероприятия здесь вот ребят такой комплекс огороженный вот только он называется прибрежный квартал очень такие хорошие апартаменты саша интересно друзья здесь все оформлено здесь я любят как будто как-то попал какой-то швейцарию не знаю во францию все очень круто конечно здесь дороге все художник начинается то хотелось центра для россии сейчас на поедут на машине прогуляюсь его друзья поехал прокатиться здесь немножко по райончику вот где живу поселок мирный называется такие домишки есть отельчики интересная же в общем 500 рублей я уже говорил какой стоит скорой помощи что такая интересная здесь такие крутые тачки видно какие-то дома здесь скупленные уже как я понимаю вот едем воды и потом в хостинске нет пару дней на эти места вылазит им по фигу машины попы торчат здесь скажешь движение здесь я помню конечно так все старинные все было это было 20 лет назад сейчас конечно же все по-другому все поменялось везде усовершенствуется так вот отель здесь друзья места такие же крутые стали все асфальтировали нормально и вот я заезжаю в адлер как обычно попал в пробочку сразу же тут переполнены машины и все торговый тяда плаза нашел здесь посмотрим что для такой вообще сочетание номеров здесь абхазские армян вообще море конечно такие машины хорошие главную на абхазских армянских номерах вообще здесь сейчас доедем гулял и кассирус такое впечатление к крутой ребят очень крутой sirius даже как будто я попал за границу не скажу что россия европа видите все развивается на всех играх принципе очень круто ребят всех что во франции около воли везде очень достаточно круто так состоятельные люди слов живут что покупают вы видите здесь еду сейчас видите одни porsche bmw такие тачки все новые установ x5 здесь конечно все круто достаточно так и мы едем к торговую центру плаза посмотрим что за плаза не за это пусть не пустит без qr-кода посмотрим сейчас ребята потихонечку нам крыться одевают ошейник на шею уже все скоро выйти из дома не сможешь пока еще ходить можно поскольку из qr-кода никуда не зайдешь интересно и вот ребят стал парковка платный что-то первые 10 минут 50 рублей полчаса бесплатно не пойму потом час 100 рублей такая парковочка вот ребят такой мамино семейный ресторан плаза хом посмотрю здесь торговый центр интересно даже прогуляться и вот друзья стал в контакт парке ребят у нас какао как какао взял попить иду ребят центр не по набережной а просто по центральной улице вот геленджик 2 ноября сегодня еще то есть пор тепло конечно шумный город прохнуться здесь сложно где-то все очень круто это я давно здесь не был наш юг не такой уж и плохой в общем то наверное здесь все изменилось и вот ребят такие цены вы знаете 11 500 эко-дом Голицына 9500 любые дали троицкая дом сдан статус квартира ипотеки любых банков 39 метров такие цены 22 миллиона 8500 с новым ремонтом дом 22 7 миллионов 29 метров 12 миллионов и вот друзья пришел к центру Адлера все еще видите здесь растет и наверное будет расти сегодня 2 ноября у нас тепло надел кофточку вот что-то между ребят майкой и кофтой вроде кофточку снимаешь нахладника чуть-чуть одеваешь жаковато даже вот какое-то такое состояние ну 2018 Россия пальмы друзья классно и вот друзья я вышел на набережную города Адлер сегодня я хотел купнуться но пока тут искал место дождик начался вот сейчас прошел вы видите уже люди в курточках но сидят на море разные кочеве так сделаны классно пляжи все кафе в общем даже все цивилизованно Адлер я даже давно не был но прямо здесь как Сочи в общем то все видно в этой части прям все доделано до нормального уровня сейчас погуляюсь по набережной немножко и вот друзья в центре Адлера по набережной идут смотрите какие тут здоровые комплексы строят прям на берегу конечно я думаю они не такие дешевые здесь но выглядит так очень даже круто кораблик набережная ребят конечно ребят тот Адлер который я был здесь 20 лет назад это вообще пипец это прям я даже даже сказать мне нечего здесь очень все круто даже наверное я думаю покруче чем будет на каком-то испанском побережье все свежее новое такое набережная такая обалденная ну очень даже круто такие тут рестораны кафе все прям конечно на высшем уровне друзья пляжи разные барчики на пляже все четко вот этот кот-отель прям здесь бассейн сразу уходит на улицу видите тут укупается сезон продолжается и сразу же здесь море так что ребят прям как будто еще лето друзья хотя уже начало ноября уcus Продолжение следует...